Здравствуйте! В эфире аналитическая программа «Итоги года» в студии Галины Кудряшова. О самых значимых событиях 2018 года, острых нерешенных вопросах и достижениях в сферах туризма, экономики и спорта расскажем я и мои коллеги, журналисты телекомпании «Город» в этом выпуске. Коррупционные скандалы и кадровые перестановки. Кто превысил должностные полномочия? Итоги года волонтера. О самых добрых людях региона и помощи ближнему. Начнем с изменений, которые вступают в силу уже с 1 января. Пожалуй, самое важное – это пенсионная реформа. Переход к новым срокам выхода на пенсию растянут на 5 лет. В 2019 году сделают первый шаг. Увеличат его на полгода. Таким образом, летом на пенсию смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины 1964. НДС вырастет на 2%. Раньше его размер составлял 18, теперь 20%. В связи с этим специалисты прогнозируют рост цен на большинство категорий товаров. Однако напомним, что при этом льготная 10% ставка сохранится для товаров, имеющих общественное значение. Это игрушки, детская одежда, книги, лекарства и медицинские изделия, продовольственные товары. Дачники исчезнут. Это понятие уберут из правовой практики. Вместо него вводят термин «садовод». Новый статус позволит людям строить капитальные дома без дополнительных согласований, а также оформлять в них прописку. Новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд затрагивает и финансовую сторону. Теперь платить будем только членские и целевые взносы, а вступительные, паевые и дополнительные отменят. Важной новостью для автомобилистов. Теперь концентрация спирта на литр крови не должна превышать 0,3 грамм. Поэтому квас и кефир в новом году можно будет пить без опаски. А вот подделать полис ОСАГО станет практически невозможно, ведь он получит единую бумажную и электронную формы. Информация будет сохраняться в QR-коде. Минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей. Цифра небольшая, но одновременно увеличатся и все привязанные к ней социальные пособия. Также вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 26 152 рубля вместо 24 500. Новый год сохранит и политическую интригу. Уйдет ли глава администрации Рязани Сергей Карабасов в отставку и кто займет его место? Слухи последних дней, что он уже написал заявление, официально не подтвердились. Как и те, что называли возможных преемников. Главу города Юлию Рукотянскую и руководителя исполкома регионального отделения Единой России Елену Волкову. Ситуацию изучила наш специальный корреспондент Дина Исляева. Она расскажет о политической обстановке в Рязани области за 2018 год. Дина, тебе слово. В 2018 в Рязанской области исполнился год, как появился новый губернатор. Николай Любимов приехал, чтобы сменить покинувшую пост Олега Ковалева. В выборах он победил и стал первым губернатором, который, подобно президенту, проводит прямые линии. Также у него появился электронный помощник, готовый в течение минуты выслушивать просьбы, жалобы и предложения. Еще одно новое введение года. Красные папки, которые получат руководители региональных министерств и ведомств для ответов на обращения жителей, поступивших в ходе прямых линий. Громких заявлений в ходе пресс-конференции не прозвучало, если не считать тему муниципального предприятия детское питание. Зато в правительстве произошли прогнозируемые еще в 2017-м перестановки. Из-за дела о взятках был уволен зампред Сергей Самохин. Тогда же в некоторых СМИ было высказано предположение, что его уход скажется на Сергея Филимонове. Оно подтвердилось. Без громких заявлений и комментариев с поста зампреда, курирующего политические вопросы, его сместили в контрольно-счетную палату Рязани. Его кресло заняла Анна Раслякова, ранее возглавлявшая Министерство по делам территории и информационной политики Рязанской области. Ее место занял замминистра Иван Ушаков. Еще один бывший зампред правительства Олег Булеков, назначенный в мае советником губернатора по развитию потребительской кооперации, был замечен в Рязанской электричке. Фото вмиг растиражировали электронные СМИ. Должность Булекова, заместитель председателя правительства, курирующий экономический блок, заняла Светлана Горячкина. Ожидаемая отставка, свой пост покинул министр транспорта Сергей Савичев. Официально нигде не сообщалось, но несложно провести параллель между плохим ремонтом моста через АКУ и этим кадровым решением. На должности министра транспорта Сергей Савичев проработал три года. Его кресло занял заместитель Даниил Рубцов. Были еще перестановки. Сергей Икрянников на посту министра спорта сменил бывший глава Рязани Владислав Фролов. Появились новости о бывшем мэре Рязани Федоре Проваторове. Он стал банкротом. Еще один бывший мэр Рязани Валерий Рюмин, осужденный за вымогательство, снова остался в колонии. Очередная попытка выйти на свободу по УДО не увенчалась успехом. Перестановки произошли и в районах. Самая громкая Василий Фомин лишился должности главы администрации Шиловского района, которым руководил с 1987 года и покинул кресло председателя Совета муниципальных образований. В октябре его избрали главой Шиловской думы. В сентябре прошли выборы в Гордуму. Пятипроцентный барьер преодолели «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Председателем стала Юлия Рокотянская. После избрания Гордумы, как правило, назначается конкурс на должность главы администрации города. Но этого за три месяца работы нового состава депутатов так и не произошло. Некоторые СМИ пророчили отставку Сергею Карабасову, но информация не подтвердилась, как и предположение, что пост главы смогут занять Юлия Рокотянская или глава исполкома «Единой России» Елена Волкова. Интрига года сохраняется и переносится на 2019-й. Дина Исляева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Они всегда там, где нужны. Сотрудники полиции, МЧС и силовых структур стоят на страже закона и обычной мирной жизни. Они рискуют ежедневно, но их подвиги остаются неизвестными. О героях нашего времени в материале Валерия Седова. Пять, четыре, три, один. Пошел, пошел. Их лица всегда скрыты под маской, каждое действие оточено. В своих товарищах они уверены, как в братьях. У них часто возникают нестандартные ситуации, в которых приходится действовать оперативно и четко. Здесь и вспоминается старая пословица – тяжело учение, легко в бою. Для этого и проводятся полевые выходы дважды в год, после каждого периода обучения. Здесь они отрабатывают все приобретенные навыки. Тренируются все спецслужбы и тренируются часто. С разными видами оружия и с разным снаряжением. Три, два, один. Штур! Стой! С альпинистским снаряжением бойцы-высотники тренируются около шести часов в неделю. Погода и сезон – не помеха. Подразделений в управлении Росгвардии множество. Кто-то воюет на невидимом фронте, а другие занимаются, так сказать, поисковой деятельностью. Группа разминирования выезжает на каждый вызов о заложенном взрывном устройстве. С подобными ситуациями сталкиваются и сотрудники МЧС. Они обеспечивают безопасность, помогая людям. Пожары, наводнения и другие чрезвычайные ситуации. Они придут на помощь. Спецслужбы постоянно на стороже. Одни контролируют ситуацию на границах добра и зла, другие соседствуют со смертью. И в постоянном бою они стараются побеждать. Хотя в костюме сидит точно такой же человек, как и все вокруг. Его легко не заметить в толпе. Но в день, когда понадобится помощь, он придет. Валерий Седов, Игорь Глотов, Юлия Пятницкого, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». 2018 год запомнится и чередой коррупционных скандалов. В самом громком замешано муниципальное предприятие «Детское питание». Новый год за решеткой встретят два фигуранта дела. Директор Александр Дворецкий и советник главы администрации города на общественных началах Александр Зайкин. Сейчас расследование дела продолжается. Возможно, в следующем году в нем появятся новые фигуранты. Об этом и другом в материале Дины Исляевой. 17 октября, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что в собственном кабинете при получении взятки в 1 миллион 100 тысяч рублей задержан директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий. Деньги – компенсация за заключение договора поставки продуктов. Через неделю с небольшим по этому же делу задержали советника главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина. Его взяли под стражу в зале суда. Следствие полагает, что иная, более мягкая мера пресечения не может быть извернута в отношении Зайкина, потому как преступление, в котором он подозревается в настоящий момент, относится к тегории особо тяжкой. Имеется основание также полагать, что при нахождении на свободе Зайкин может скрыться под тяжестью предъявленного, под тяжестью в настоящее время подозрения, впоследствии, думаю, что обвинение от органов предварительного расследования с целью избежать возможного наказания, назначенного судом за совершение им преступления. Последствия скандалов и уголовных дел, проверка столовых во всех школах, прокуратура и Роспотребнадзор практически в каждой нашли недочеты. На совместной пресс-конференции с прокуратурой губернатор заявил, что у него появились вопросы не только к исполняющему обязанности главы администрации Рязани, к его заместителям по экономике, городским контрольным органам. Конечно, я жду от города, от руководства города, конкретного плана по преодолению этого кризиса в сфере детского питания в целом. То есть нужен нам этот МУП, МП, сейчас это называется, муниципальное предприятие. Как нужно реорганизовать его деятельность, регламентировать его деятельность, осуществлять контроль для того, чтобы никогда таких ситуаций не повторялось. Либо вообще нужно отказаться от централизованного питания и отдать это наукам частным организациям. Вот нужен план. Конкретные планы, руководство этого плана жду в ближайшее время. Еще несколько уголовных дел, связанных с чиновниками. Бывший зампред правительства региона Владимир Трушкин попал под суд по обвинению в получении взятки в 80 тысяч рублей от одного из предпринимателей за ускорение процедуры согласования технической документации. Реального срока избежал, отделался штрафом. Еще один зампред Дмитрий Андреев получил 6 лет строгого режима за две взятки и одно мошенничество. По версии следствия, Андреев бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser, гендиректора Рязанского свинокомплекса, а учредитель Вакинского агро оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Несколько происшествий с участием подростков произошло в этом году. Студент Рязанского педагогического колледжа попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 24 октября он вернулся в общежитие после тренировки по боксу и пожаловался на головную боль. Ему вызвали скорую. Вне отложки подросток впал в кому, пришел с себя только через две недели. Железнодорожным МСО регионального следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Между тем в сети начали появляться разные версии произошедшего. Одна из них травму он получил во время занятий спортом, другая молодого человека избили. По предварительным данным, по данным следствия установлено, что телесные повреждения молодой человек получил в результате произошедшего между ним и еще одним студентом, проживающим в этом же общежитии, боксерского спарринга. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событием будет дана по результатам расследования. Еще одно происшествие. Молодой человек умер во время тренировки в спортшколе «Юность». Он почувствовал себя плохо и потерял сознание на глазах тренера и других ребят. Медработники спорткомплекса и прибывшие по вызову бригады неотложки оказали ему медпомощь, однако юноша скончался. Спортшколы после этого случая также стали объектом проверок. И напоследок дайджест крупных пожаров. В этом году горел цех на территории картонно-рубероидного завода. Площадь возгорания 600 квадратных метров. Из-за неисправности проводки произошел пожар в Академии ФСИН. На территории бывшего завода «Центролит» загорелся цех по производству жидкости для розжига. К счастью, никто не пострадал. Нельзя сказать, что 2018 год прошел для рязанцев гладко. Часть острых проблем нашла решение, другая остается больным местом. Утрата деревянного зодчества, нарушения при реконструкции площади Ленина и Соборного парка, плохие дороги и бесконечные пробки. С чем еще столкнулись рязанцы и как решали сложные вопросы в нашем сюжете? Самым громким скандалом 2018 года стала потеря археологического наследия. Без соответствующего разрешения начали реконструкции площади Ленина и Соборного парка. Рабочие нанесли невысполнимый ущерб культурному слою. Оба дела направлены в суд. Параллельно продолжают готовить под снос здания, имеющие историческое значение. Многие из них уже исчезли, другие ждут своей участи. В одном из таких на улице Свободы произошел пожар. Его расселили за несколько месяцев до происшествия, однако уничтожить не успели. Двухэтажный деревянный дом тушили несколько часов. Ремонт и ждет здание поликлиники номер 14, которое построили еще по приказу Екатерины Второй. Обшерпанные стены, разваливающиеся ступени, осыпающаяся штукатурка. Все это ежедневно встречает пациентов. Однако денег на реставрацию памятника федерального значения нет. Зато не появились на ремонт памятных знаков на Скорбящинском кладбище. Его провели в апреле и лишь в декабре заметили, что качество работ, мягко говоря, плохое. Ошибки в именах, латинские буквы, фотографии, закрышенные побелкой. Нарушения начали исправлять. К концу года завершили работу сразу несколько городских программ по благоустройству. Если дворы отремонтировали, но с нарушениями, то программа по доступным парковкам с треском провалилась. Подрядчики не просто сорвали сроки. На большей части объектов просто сняли верхний земляной слой. Вместо парковки – земляная дыра. У жителей города есть претензии к ремонту зданий. В доме номер 113 на улице Маяковского крыша разрушилась. Остались лишь деревянные балки. Еще летом на объект заступила бригада рабочих. Однако в сентябре она исчезла. А деревянная крыша так и осталась недоделанной. А вот в доме номер 5 на проезде Грибоедова крышу сделали, как и канализацию. На капитальный ремонт потратили больше полутора миллиона рублей. Однако потраченных денег не хватило и на половину проблем жителей. А проведенный ремонт сделан некачественно. Усугубляет ситуацию и то, что через 4 года дом снесут. Зачем было делать капитальный ремонт, жители не понимают. К экологическим проблемам. Щуки, караси и окуни отравлены неизвестным веществом в водоеме в районе Куйбышевского шоссе. Живьем сварилась рыба в пруду Серой Шейки около 11-й больницы. Исчезла рыба из реки Амшанки в Михайловском районе. Здесь виноватого удалось установить. Штраф в почти 4 миллиарда выставило Министерство природопользования ООО «Биофармкомбинату». Взятые из воды пробы показали многократные превышения вредных веществ. Много вопросов у рязанцев накопилось и к дорогам. Поселки Соколовка, Кокачево, Мордасово, Южный. Все они находятся в черте города. Но ремонта не видели десятилетиями. На проезжей части нет живого места. Сплошные ямы. Тем не менее, ставить эти дороги в план ремонта не собираются. Зато отремонтировали Солочинский мост. Движение по нему возобновили уже осенью. Мелкие недочеты подрядчик продолжает исправлять. И еще одни хорошие новости. В Рязани провели мониторинг движения общественного транспорта в часы ПИК. Следили за расписанием и загруженностью. Сейчас данные обрабатывают. И есть надежда, что уже в 2019 году ситуация изменится. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Медицина региона в этом году сделала колоссальный рывок вперед. Уникальные операции, новые технологии и внедрение бережливого производства. Под занавес года состоялось главное событие – операция по трансплантации почки. Об одной из сложнейших хирургических операций расскажет наш специальный корреспондент Мария Рудая. Мария, в чем ее особенность и был ли первый опыт положительным? Да, Галина, здравствуй. Ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших телезрителей с Новым Годом. И пожелать, конечно, здоровья. Действительно, главным событием года стала операция по трансплантации. Более того, в областной клинической больнице их провели уже несколько. Сейчас в листе ожидания порядка 300 пациентов, которым необходима пересадка почки. Все они получили шанс на новую полноценную жизнь. Раньше этим людям приходилось уезжать в московские клиники. Сейчас рязанская медицина вышла на качественно новый уровень. Но обо всем по порядку. Для того, чтобы первая в регионе трансплантация состоялась, 25 врачей УКБ и несколько человек из Москвы провели в операционной всю ночь. Они смогли пересадить почку пациенту от посмертного донора. По словам главного врача УКБ Дмитрия Хубезова, это событие стало самым главным за последние несколько лет. Рязань перешла на качественно новый уровень хирургии. Чтобы делать пересадку органов, хирургия должна быть не просто хорошей, а идеальной. Во всех других случаях ничего хорошего не произойдет. Второе, может быть даже не менее важное, более важное, это очень хорошая должна быть служба выхаживания этих пациентов. Потому что уровень реаниматологии и анестезиологии в этом случае, он должен быть принципиально тоже другим. В начале июля между УКБ и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов был подписан договор о сотрудничестве. С тех пор не прекращалась работа по подготовке к трансплантации. Рязанские врачи прошли соответствующее обучение, больница получила лицензию. И вот событие, которого так ждали, свершилось. При этом для того, чтобы проводить подобные операции, необходимо учитывать множество факторов, среди которых совместимость пациента с донором. Серьезное внимание, по словам Дмитрия Хубезова, будет уделяться родственной трансплантации. А пока главная цель, достигнута операциям, проведена. В ближайших планах провести в стенах УКБ трансплантацию печени. Для этого есть клиническая база, желания и квалификация врачей. Кроме того, в Рязани завершился год бережливого производства. Итоги внедрения этой системы заслуживают отдельного внимания. 75 учреждений области перешли на новый формат работы. Среди них и УКБ. Бережливое производство – важнейшая составляющая современной медицины. Прежде чем начать реализацию этого проекта, провели серьезный анализ. Прежде всего рассмотрели жалобы пациентов. Их, как оказалось, было больше всего на приемные отделения. Отсюда и начали. Кроме того, важным итогом данной работы стало количество проводимых операций. Их стало больше. А в приемном отделении максимальное время ожидания сократилось с 4 часов до часа. А среднее время не превышает 20 минут. Положительные плоды внедрения бережливого производства заметили и в поликлинике УКБ, где изменения начали также с регистратуры. Здесь расположены листы предложений, куда и пациенты, и врачи могут вписать свои пожелания по улучшению качества обслуживания. Здесь же можно оставить жалобу. Карточки разложили по районам и каждому району присвоили свой цвет. Это очень удобно в использовании, чтобы карточка не терялась. Зеленый цвет, например, Спаски район и так далее. Вот здесь у нас документы с топочкой лежат. Зеленый цвет – это значит, что хватает документов. Желтый цвет – внимание, они заканчиваются. И красный – документов недостаточно. Нужно срочно доложить в лоток бланки. Эти, казалось бы, элементарные вещи способны реально повлиять на рабочий процесс. Поликлинике это дает возможность меньше стоять в очереди в регистратуру, а врач может больше времени уделить пациенту. Постепенно все учреждения здравоохранения региона перейдут на подобную систему работы. Еще одно важное событие, произошедшее в регионе – это работа по развитию медицинского туризма. По мнению специалистов, это реальная возможность привлечения дополнительных денежных средств, улучшения инфраструктуры и уровня медицинского обслуживания. По данным, которые озвучил глава региона Николай Любимов, эта отрасль еще и крайне прибыльная. За прошлый год объем денежных вливаний в мировую копилку составил более 10 миллиардов долларов. При этом доля России составила лишь 250 миллионов долларов. По прогнозам специалистов, эта цифра будет расти за счет активной работы регионов в этом направлении. Развивать мы сейчас стараемся высокотехнологичную помощь, то есть то, чего нет в других регионах. Вот недавно совсем ряд операций наши медики сделали и в УКБ, и в кардиологическом центре, которые делаются только в федеральных центрах. То есть их другие регионы просто не могут делать. И это как раз направление, оно способно привлечь реально большое количество людей, как из других регионов, так и из-за границы. Более 40% людей приезжают в Рязанскую область для того, чтобы посетить стоматологические клиники. Задача номер один – добиться подобных результатов и для других отраслей медицины. При этом есть существенное разделение на частный сектор и государственный. В последнем случае будут разработаны специальные квоты по программе обязательного медицинского страхования. Здесь пациенты не должны будут платить за оказание помощи, за них заплатит страховая компания. То есть деньги из страховых компаний других регионов будут поступать в наш. Таким образом, решается сразу несколько важных вопросов. Во-первых, возрастает интерес инвесторов. Во-вторых, будет значительно повышено благосостояние работников отрасли. Да и уровень оказания медицинской помощи возрастет. В том регионе, куда идут люди, значит, здесь высокие технологии, значит, здесь квалифицированные кадры, значит, здесь качественная медицинская помощь. И именно вот это дает развитие как раз всему здравоохранению. Мы сейчас видим, вы, наверное, видите, что действительно здравоохранение сейчас качественно развивается в Рязанской области, проводятся уникальные операции, появились определенные лидеры. Поэтому наши люди, в том числе, будут получать наоборот очень высококвалифицированную, качественную медицинскую помощь. Медицинский туризм сейчас безусловный мировой тренд, к которому теперь присоединилась и Рязанская область. Специалисты уверены, Рязань, благодаря сравнительно невысоким ценам и высочайшему уровню медицинского обслуживания, действительно может стать достойным преемником ведущих мировых клиник. Мария Руда и Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Не давать домашнее задание на новогодние каникулы школьникам посоветовала министра образования России Ольга Васильева. Она отметила, что в празднике стоит восстановить силы. Год действительно был насыщенным, спорили о пользе и вреде смартфонов, выиграли президентские гранты, проявили себя в самоуправлении. Обо всем по порядку расскажем в итоговом материале. Президентский грант выиграли активисты Центра развития молодежи и детей «Пламенный». Старт проекта «Подари знания» был дан в декабре 2017 года. Секции танцев, лучного боя, робототехники, инженерного программирования и английского языка начали работу на территории пяти образовательных учреждений, находящихся в отдаленных уголках Рязанской области. За год создали методическую базу, закупили учебники и наглядные материалы. На первом этапе занятия вели партнеры проекта, затем нашли преподавателей на местах. Их обучили всем нюансам новых образовательных курсов, таким образом решив кадровый вопрос в регионах. Год был богат на конкурсы и интеллектуальные достижения. Премию по науке и технике имени академика Владимира Уткина вручили лучшим изобретателям и конструкторам региона. Медаль – это награда за большой период жизни. Это не за какое-то разовое дело. Это за большой очень период жизни люди положили всю жизнь на это дело. И поэтому это такая комплексная оценка деятельности человека. Поддержку нашли и молодые таланты. Они представили инновационные разработки в области био- и цифровых технологий, медицины, новых приборов и другом. На финальном отборе программы «Умник» в этом году встретились 26 человек. Участники защищали не просто идеи, а бизнес-модели, готовые к реализации на практике. Проявить интеллектуальные способности могли и школьники. В качестве награды – дополнительные баллы к ЕГЭ по химии. В медицинском университете впервые прошла профильная олимпиада. За победу начислили три балла, призерам дали два, а участникам мощного этапа – один балл. При этом результаты действуют по всей стране и во всех вузах. Такая же олимпиада проходит уже несколько лет по биологии. Целый год рязанцы повышали квалификацию и обменивались знаниями с гостями не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Участвовали в форуме социальных технологий, русского языка, медицинских конференциях. Впервые организовали школу молодых дипломатов. Команда школы номер три вернулась с Всероссийского форума «Ученическое самоуправление». В конкурсе лидеров заняли четвертое место, командное седьмое. Обошли более 200 соперников из 25 регионов России. Члены жюри отметили сплоченность команды, ее имидж и четкую структуру. Не обошлось и без жарких споров, как учить детей в школах. Смартфоны мешают или помогают? Министр образования России Ольга Васильева предложила сдавать их при входе, чтобы дети не отвлекались на уроках. Многие родители инициативу поддержали, другие протестуют. Мы же живем в век информационных технологий. Смартфоны как учебный инструмент уже используют в школе номер семь. Здесь дети с их помощью сдают тестовые задания и отвечают на вопросы. Если я бы провел тест из пяти вопросов, то в среднем у меня не меньше получаса-часа ушло бы на проверку листочков, собрать, потом проверить и так далее. А сейчас в режиме реального времени. Я просто открою сводную таблицу после этого урока и выставлю, соответственно, уже в электронный журнал. То есть, соответственно, в 30 раз сокращается время. А затраты разовые, ну не знаю, в течение, простой тест можно составить в течение 10 минут. Сами ученики главным преимуществом электронных устройств считают анонимность. Результаты тестирования они узнают сразу, видят оценки и правильные ответы с комментариями. А о промахах рассказывают лишь по собственному желанию. Это повышает их мотивацию. Однако определиться с тем, смартфоны это зло или благо, за год не смогли. Этот вопрос еще не раз поднимется уже в 2019 году. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 2018 год был годом волонтеров. Добрые дела делали как отдельные люди, так и целые организации. Так активисты медицинского университета помогали людям, которые не могут самостоятельно посетить поликлинику. Отряд «Лиза Алерт» искал пропавших в лесу. А волонтеры-спасатели участвовали в ликвидации чрезвычайных происшествий. Подробности в материале Марии Рудой. Молодые, активные, а самое главное – неравнодушные. Рязанские волонтеры-медики посетили 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Лазарева. Добровольцы измерили давление и рассказали о новом методе исследования, который позволяет выявить онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта на самых ранних стадиях. Благодаря добровольцам Юрий Лазарев смог пройти данную диагностику. Волонтеры-спысково-спасательного отряда «Лиза Алерт» не прекращают свою работу ни на минуту. Они постоянно на связи, когда нужна помощь в поиске близких. Ребята признаются – тяжелее всего, когда пропадают дети. Но запомнился еще один случай этого года. Тогда найти мужчину живым уже никто не надеялся. Инвалид первой группы Александр Липин пропал 12 октября. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Оказалось, что у Александра проблемы с памятью, и он плохо ориентируется в пространстве. Волонтерам в поисках помогали собаки. Они выходили на след и тут же его теряли. В итоге, через шесть дней мужчину все же удалось найти живым. Это еще одна победа рязанских поисковиков. Стоит отметить, что волонтеры-поисковики – это обычные люди со своей жизнью, работой и учебой. Несмотря на усталость или личные дела, время суток и погоду, они идут на поиски незнакомых людей, и делают они это бескорыстно. Просто за спасибо. Как признаются сами ребята, главная благодарность – это надпись на фото. Найден. Живой. Волонтеры-спасатели постоянно оттачивают свое мастерство для того, чтобы в чрезвычайной ситуации помочь другим. Это не место происшествия. Так проходят тренировки участников Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Рязанские добровольцы выходят в парк несколько раз в неделю. Остальное время – теоретические занятия, на которых они учатся оказывать первую помощь. Сейчас в отряде более 120 человек. Каждый готов рискнуть своей жизнью ради других. В Рязани активно развивается добровольческое движение, поэтому Всероссийский форум добровольцев было решено провести именно в нашем городе. Одной из площадок стал Рязанский медицинский университет, где важное внимание уделяют именно развитию и этой деятельности среди студентов. Здесь работают 18 волонтерских отрядов самой разной направленности. Волонтеры-победы, медики, поисковики и социальные деятели. Подводя итоги года добровольцев в России, можно с уверенностью сказать, в регионе волонтерские отряды созданы не для галочки. Ребята реально помогают тем, кто в этом так нуждается. Мария Руда и Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Год был насыщенным и для спортивных болельщиков. Чемпионаты мира по женскому и мужскому футболу, напряженные баскетбольные и хоккейные сезоны. Отдельной радостью для фанатов стал матч Лиги чемпионов, который прошел на стадионе ЦСКА. Там женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» сразился с командой Швеции. Подробнее о значимых матчах и турнирах знает наш специальный корреспондент Валерий Седов. Валера, был ли 2018 год богатым на достижения для рязанских спортсменов? Да, Галина, охарактеризовать сезон одним словом будет сложно. Например, прошлый сезон высшей хоккейной лиги наша команда закончила домашним поражением. По сообщениям СМИ, руководство клуба всерьез задумывалось о том, чтобы убрать нашу команду из лиги. А сейчас, в нынешнем сезоне, команда занимает 12 место в турнирной таблице из 29 возможных и настроена только на победу. В каждом сезоне команда должна сыграть 52 игры. И чем ближе к концу сезона, тем борьба сильнее. В настоящий момент сыграно больше половины игр. В этом сезоне рязанская команда выступает намного лучше, чем в прошлом. В главе команды остался тренер Павел Десятков. И это способствовало тому, что команда наладила свою игру, пришла стабильность и, соответственно, пришли результаты. Если в прошлом году команда была одним из аутсайдеров, то в этом году уверенно входит в зону плей-офф. Проиграть не хочет никто, поэтому команде нужно собраться и играть как никогда хорошо. Ведь в плей-офф рязанский клуб не выходил уже давно. Поддержка команды – важная задача. С трибун звучат кричалки, болельщики вывешивают разноцветные баннеры, а между секторов танцуют черлидерши. Красивая поддержка для одержимых игрой ребят. Пока на ледовой арене продолжается суровый бой, прекрасные девушки дарят заряд положительных эмоций как игрокам, так и болельщикам. Как говорится, в хоккей не играют только трусы. Такого уж точно не скажешь о бравых воинах-десантниках. В уходящем году впервые был проведен чемпионат воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой, что примечательно провели его в Рязани, в столице ВДВ. 10 команд, 156 спортсменов, 29 матчей, в которых было заброшено больше 300 шайб. Это только краткая статистика. Чемпионом стала команда из Пскова. Рязанцы заняли почетное второе место. На втором месте продержался практически весь прошлый сезон футбольный клуб Рязань. На заключительном туре первенства России наша команда не смогла выиграть у победителя прошлых соревнований ФК Тамбов. Эта встреча закончилась в ничью 0-0. Но удачные исходы других игр вывели рязанцев на итоговое третье место в турнирной таблице. Команда получила бронзу. Назвать это чудом нельзя. Последние несколько сезонов рязанцы завоевывали медали. Сейчас на тренировке налегают все больше. Команда готовится к предстоящим играм. А вот женский футбольный клуб Рязань ВДВ показал результаты куда лучше. Вероятно, лучше других спортивных клубов города. Уже второй раз за несколько лет рязанки сыграли в матче Лиги Чемпионов. Они встретились со шведским клубом Русенгорд. Все 90 с плюсом минут на поле продолжалась ожесточенная борьба за мяч. В футбольном клубе Рязань ВДВ играют три спортсменки из женской сборной России. Шведскому Русенгорду тоже есть чем похвастаться. В его составе играет одна из самых титулованных футболисток Европы. Эту игру называли противостоянием сильнейших. Увидеть это зрелище пришли сотни болельщиков. К сожалению, встреча закончилась поражением Рязанок со счетом 1-0. Гол забили на последних минутах второго тайма. 26 сентября в городе Мальмё состоялся ответный матч Лиги, где женский футбольный клуб Рязань ВДВ вновь потерпел поражение. Но Лига Чемпионов в футболе мужском не оставила никого равнодушным. За каждым матчем зрители наблюдали с городских экранов, а победы праздновали все вместе на центральных площадях. Такого давно не было, чтобы многие жители объединились в едином порыве. Все переживали и радовались вместе. И несмотря на то, что исход для России в Лиге Чемпионов неудачный, всем запомнилась красивая МИГ-разборная. А красивое шоу, действие которого разворачивалось в небе, рязанцы традиционно смогли наблюдать на Авиадарте. В воздухе истребители Су-35С и МИГ-29. Они демонстрируют элементы ведения воздушного боя. Захват цели, уход и различные фигуры пилотажа. Все это происходит прямо на глазах судей и зрителей. Истребители теряются в облаках, сбрасывают преследователей с хвоста. Каждое их движение оценивают судьи. В Авиадарте приняли участие сборные четырех стран. Россия, Белоруссия, Казахстана и Китая. Рязань дышала спортом. Баскетбольные команды вырывались вперед. Футболисты старались держать марку, а хоккеисты не опускать руки. Не отступали и обычные рязанцы. Город вошел в топ-10 спортивных регионов. Осталось эту марку удержать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. За звание новогодней столицы России Рязань поборется в 2020 году. Заявку уже подали в Федеральное министерство культуры и начали подготовку. Город заметно преобразился. Появились новые арт-объекты, иллюминация в парках. Открылась новогодняя деревня. Для увеличения числа туристов весь год проходили уникальные масштабные события. Одно из которых – форум древних городов. Мы стали еще на шаг ближе к попаданию в Золотое кольцо России. Чем еще удивил год рязанцев и гостей города, расскажет Мария Рудая. Рязань впервые принимала форум древних городов. На разных площадках в течение недели участники обсуждали проблемы населенных пунктов, которым более 500 лет. Рязань посетили представители 40 древних городов из разных стран мира – Германии, Италии, Греции, Франции и других. Наш регион на форуме представил областной центр, а также Пронск, Криашск и Касимов. Открытие форума состоялось 15 августа в Рязанском Кремле. В программе форума был гастрономический фестиваль, концерты и спектакли. А 16 августа на Лыбецком бульваре открылась Посольская площадь. Больше 40 древних городов разместили здесь свои представительства. Еще одним важным культурным событием года стало открытие в Рязани регионального центра президентской библиотеки. Президентская библиотека стала лишь частью большого библиотечно-информационного комплекса, который расположен на третьем этаже библиотеки имени Горького. Теперь читатели могут получить доступ более чем к 600 единицам хранения электронных документов. Посмотреть их может любой желающий. Помимо всего прочего, здесь расположен мультимедийный зал «Центр мира и я» с отделом литературы на иностранных языках и комнаты для занятий языками. И современный актовый зал «Горьковский». Именно здесь планируется проведение конференций и концертов, а также трансляция кинофильмов и спектаклей ведущих театров Москвы. В Рязанской области проходят съемки нового фильма Юрия Быкова. Картина носит рабочее название «Сторож». Съемки проходят на территории недействующего санатория «Сосновый бор». Продюсеры определяют жанр картины как остросюжетная драма. По сюжету обычную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает семейная пара. У каждого здесь свои тайны, от которых они и убегают. Прежде чем найти место для съемок, рассмотрели более 15 заброшенных санаториев по всей стране. Выбор пал на Рязань. В настоящий момент съемки в самом разгаре. А в ожидании нового фильма Юрия Быкова можно посетить, к примеру, театр. Тем более, что новый 2019 год указом президента России объявлен годом театров. Мария Рудаева, Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Это были главные новости 2018 года глазами моих коллег, журналистов телекомпании «Город». Поздравляем вас с Новым годом. Желаем крепкого здоровья и исполнения желаний. В новом сезоне мы будем радовать вас новыми выпусками и программами. До встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Продолжение следует.